Итак, следующий момент это смена пароля. Да, действительно это нужно, потому что учетные записи, которые мы создавали при помощи управления учетными записями, пароля сразу не получили. В частности, admin01 вход возможен и без пароля. Это не есть правильно. Поэтому откроем admin01 и выберем создание пароля. Соответственно, введем пароль. И введем его повтор. Существуют сложности пароля. Система Windows Vista не требует выполнения какой-либо сложности. Но если вы для себя хотите создать надежный пароль, то об этом можно прочитать в справочке. Открывается она по ссылке, как создать надежный пароль. Здесь все подробнейшим образом расписано, что относится к тем или иным в общем виде. Пароль должен соответствовать как минимум 3 из 4 возможных уровней сложности. Это буквы в верхнем и нижнем регистре. Это цифры и специальные символы. Соответственно, 3 из 4 уже пароль более-менее сложный. И, разумеется, длина должна быть не 2 символа, но хотя бы 7. Таким вот образом. Что ж, создаем пароль. Можно было ввести подсказку. Но мы этого делать не будем. И вернемся. Что касается еще. Сменить пароль в управлении. При помощи оснастки локальной пользователя компьютера можно таким вот образом. Вызываем меню на каком-либо пользователе и выбираем задать пароль. Он нам сообщит о том, что сброс пароля приведет к потере исходного пароля. Но тем не менее мы продолжим. Введем новый пароль. И подтвердим его. Таким вот образом. Вот мы создали новый пароль. Нам сообщает, что пароль установлен. Ок. Следующий момент, его можно сделать в управлении компьютером, это запрет смены пароля. Соответственно, как это делается? Это делается очень просто. Открываем свойства какого-либо пользователя. И устанавливаем галочку запретить смену пароля пользователям. Применить. Ок. И теперь пользователь user01 сменить свой пароль не сможет. Давайте проверим. Не будем загружать при запуске центр начальной настройки. Итак, для того, чтобы сменить пароль, пользователь может нажать Ctrl-Alt-Del и выбрать меню сменить пароль. Ведет старый пароль. Ведет новый пароль. И, соответственно, при попытке это сделать, ему будет отказано в доступе. Тоже очень удобно, если вам это необходимо. Выйдем из системы, вернемся в нашу учетную запись. И последний момент, который мы уже видели, это принудительная смена пароля. Соответственно, как она делается? Откроем оснастку локальной пользователя и группы. И, допустим, есть у нас user01. Зададим ему какой-то пароль. Допустим, это будет простой пароль 123. И потребуем с него при следующем входе в систему сменить пароль. Зачем это нужно? Это очень удобно. То есть, вы задаете пользователю простой пароль 123. Он входит с ним в систему. Его сразу требует сменить пароль. Соответственно, он его поменяет на свой какой-то секрет и будет с ним работать. В случае, если вдруг будет необходим, вы сможете снова сбросить ему пароль. Так, примените ОК. Давайте это проверим. Пользователь выдает сообщение. Перед первым входом в систему пользователь должен именить свой пароль. ОК. И пользователь вводит новый пароль. Пароль был успешно изменен. И мы продолжаем. Так, выйдем из системы. Вернемся в учетную запись URL. Включение и отключение учетных записей пользователей. Ну, во-первых, это очень удобно. Соответственно, если у вас кто-то работает на компьютере, вы ему учетную запись включили. Скажем, не работает. Понятное дело, правильный шаг это отключить его в учетную запись, чтобы он какое-то время не мог с ней работать. И сделаем это при помощи локальных пользователей и групп. Итак, выберем User01. Зайдем в его свойства. Здесь есть отключить учетную запись. Очень удобно. Применить. ОК. И, соответственно, теперь пользователь с этой учетной записью войти в систему не сможет. Давайте на это посмотрим. Как видим, User01 просто исчез из списка. Итак, произведем включение учетной записи пользователя. Делается точно так же, как и отключение. Мы просто откроем свойства учетной записи и сбросим галочку отключить учетную запись. Применить. ОК. Соответственно, если мы сейчас посмотрим. То увидим, что учетная запись User01 появилась. Вернемся в систему. Снова откроем нашу презентацию. Итак, включение встроенной учетной записи пользователя. По умолчанию в системе есть две учетных записи. Это учетная запись гость и учетная запись администратор. Соответственно, с панелью управления мы можем включить только учетную запись гости. Таким вот образом. Что же касается оснастки локальной пользователя и группы. То здесь у нас есть и учетная запись гость и администратор. Соответственно, при необходимости эти учетные записи можно включить. Включаются они точно так же, как и обычные учетные записи пользователей. Но по умолчанию они в системе отключены. Применить. Таким вот образом мы активировали две учетных записи. В соображении их безопасности рекомендуется учетную запись администратора также переименовать. Но если это вам необходимо, это можно сделать. Ну и задать в ней пароль посложнее. Давайте это сделаем. Установили пароль посложнее. И давайте посмотрим. Соответственно, появился у нас администратор. Таким вот образом. Отключаются встроенные учетные записи. Точно так же, как происходит их включение. Открываем свойства и выбираем отключить учетную запись. Применить. Ок. Что касается дальше. Удаление учетных записей. И сейчас при помощи инструмента управления учетными записями, панели управления и оснастки локальной пользователя компьютера мы удалим вот эти вот учетные записи. Итак, начнем с управления учетными записями. Выберем админ 03. И выберем удаление учетной записи. Соответственно, нам сообщают, что у каждого пользователя есть свой профиль, то есть своя папка, в которой находятся документы, избранная музыка, изображение, видео и так далее. Соответственно, все это мы принимаем решение, так как больше пользователя работать на компьютере не будет, удалить. И удаляем учетную запись. Готово. По аналогии произведем удаление учетной записи user03. Удаляем его в файлы и удаляем учетную запись. Так, теперь проделаем то же самое с admin 02 и user 02, но при помощи оснастки локальной пользователя и компьютера. Соответственно, сейчас он отображает user03, хотя тех уже на компьютере нет. Так. Соответственно, удалим оснастку. Добавим ее снова. И уже видим, что пользователя стало меньше. Что ж, удалим пользователя user02. Делаем следующим образом. Выбираем меню и выбираем удалить. Соответственно, удалить. Да. И то же самое сделаем с admin 02. Удалить. Да. Если мы откроем компьютер, диск C, пользователи, то у admin 02 его папка с документами, она сохранилась. Как видим, она полна. Соответственно, используя управление учетными записями пользователей с панели управления, можно сразу принять решение об удалении или сохранении документов пользователя, который подвергается удалению. Соответственно, и в правах на удаление вы будете также ограничены. То есть, чтобы все прошло без проблем, необходимо это сделать под учетной записью встроенной администратора. Окей. Что касается дальше. На этом все. Спасибо за внимание. Я думаю, все, что я продемонстрировал, было довольно просто и понятно. Соответственно, каждый из инструментов имеет свои преимущества. Будь то управление учетными записями пользователей, как инструмент панели управления или оснастка ММС локальные пользователи и группы. У каждого инструмента свои преимущества, свои удобства. То есть, и в каждой конкретной задаче вы можете выбирать инструмент, который вам больше нравится. Что же касается меня, то в большинстве случаев я работаю с оснасткой ММС, я к ней привык. И, в принципе, я ее обычно и обхожусь. На этом все. Если у вас возникли какие-то вопросы или пожелания, присылайте их мне на электронный адрес lebedefury.com Буду рад на них ответить. Больше материалов можно найти у меня на сайте. Ну и все новости одной строкой, а также мои публикации и переводы вы можете найти у меня в блоге на lebedefum.blogspot.com На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...